Приветствую вас и начать мне бы хотелось с того, чтобы сочувствовать вам, сказать, что вы оказались действительно в положении, когда вам очень тяжело, вам очень тяжело и практически невозможно сдерживать свои эмоции, когда вы чувствуете, наверное, себя брошенной, покинутой в том, что касается вас и ваших детей. Ситуация заключается вот в чем. Ваша агрессия, которую вы описываете, она связана с тем, что вы выполняете свою социальную роль непосредственно в том, что касается матери, отношения матери и детей, но не являетесь при этом не женщиной. Вот это ваш отец есть, он практически не бывает дома и не интересуется детьми, то есть вы лечены мужского внимания, лечены мужской ласки, не чувствуете себя женщиной, не чувствуете себя любимой, не чувствуете себя желанной. Далее, отсутствие другой социальной роли, то есть это роль дружеска, роль друга, роль подруги, общение с людьми, которых вы считали бы равными вам, которые бы воспринимали вас не как источник каких-то благ, как воспринимают вас ваши дети, а именно как равноправного человека, с которым вы могли бы пообщаться, ну, на интересующие вас темы, при этом зная, что эти люди ничего не будут от вас именно требовать. Также это отсутствие профессиональной деятельности, трудовой роли, это роль коллеги, и невозможность реализоваться в том, что вы делаете, невозможность проявить себя в профессиональном поприще и так далее. Ну и, пожалуй, основной момент это только такой, что вы не можете проявить слабость, у вас постоянное напряжение из-за того, что приходится всю ответственность нести на себе. Наверное, вы понимаете, что в жизни человек не только пребывает напряженно в состоянии, он еще бывает и в состоянии покоя, в состоянии расслабления, а у вас, к сожалению, вот именно эти моменты отсутствуют. И именно в силу данного аспекта, именно в силу данных обстоятельств у вас растет тотальная неудовлетворенность собой, неудовлетворенность своей жизнью. И в результате этого вы чувствуете, что не живете в прямом смысле этого слова, вы чувствуете, что скорее существуете и существуете исключительно и только для удовлетворения нужд ваших детей, при этом сами вы ничего не получаете взамен, вы никак не релаксируетесь. И вот эти аспекты как раз таки и мешают вам ощущать гармонию, мешают вам относиться к детям именно как к детям, то есть ваши дети сейчас это люди, которые в силу своей планки развития на данный момент обладают эгоцентризмом. Они считают сейчас, что только они являются центром вселенной, и для них их поведение абсолютно нормально. В процессе воспитания, решения задач, им приходится обращаться за помощью к вам, им приходится ориентироваться на мнение, на ваше мнение, на мнение других взрослых людей и тогда от эгоцентризма они отходят. Но пока что они еще находятся в его власти и это совершенно нормально. Это абсолютно естественно, но вы воспринимаете их поведение очень-очень близко к сердцу, именно в силу того, что у вас тотальная неудовлетворенность. Соответственно, что нужно сделать? Ну, во-первых, во-первых, гармонизировать отношения с отцом детей. Вы ничего не сказали по поводу того, в каких отношениях вы находитесь с ним, то есть живете вы с ним вместе, находитесь ли вы в браке или вы развелись. Но, вне зависимости от этого, нужно максимально привлечь отца к воспитанию детей. Если он не хочет лично интересоваться ими, его право, может быть даже это хорошо, что он этого не делает, против своей воли. Но, по крайней мере, финансовые средства можно складывать в то, чтобы, например, по часу или по два в день с детьми сидела нянька, допустим, а вы получили бы свободное время, которое могли бы посвятить себе. И вот именно на этом моменте, на моменте посвящения себе времени, мы остановимся немножечко подробнее. Дело в том, что вы себя потеряли. В процессе воспитания детей вы полностью идентифицировали себя с матерью, при этом отодвинули естественным образом на второй план проявление себя же самой, как женщин, как подруги или друга, как профессионального субъекта и как ребенка своих родителей. И понятно, что вы не можете взять и сразу все вот эти роли начать отыгрывать. Но, давайте подумаем, что объединяет все эти роли вместе взятых. А все эти роли объединяет личные границы. То есть, для того, чтобы осуществлять эти роли, нужно создать, обрисовать, очертить ваши личные границы и их защищать. Что представляют из себя личные границы? Это область, куда никто, кроме вас, не имеет доступа. Это область, которая принадлежит только вам. И эта область, вначале, только лишь психологическая. То есть, это область на психологическом уровне, на психическом уровне, куда никто, кроме вас, не допускается. Тут вы можете думать о чем-то, кроме детей. Тут вы можете думать о ком-то, кроме детей. Тут вы можете думать о себе. И тут вы можете, в принципе, строить какие-то планы на будущее. Так, чтобы в них были не только ваши дети. На физическом уровне то, о чем я говорю, проявляется в организации своего пространства так, чтобы были некоторые вещи, ну, например, какая-то область, какая-то часть комнаты, которая бы принадлежала только вам. Ну, например, такой, знаете, женский уголок. Вот пусть это будет именно так. Женский уголок, где все только принадлежит вам. Вот именно с этого несложного решения вам нужно начинать процесс гармонизации отношения себя самой. То есть, восприятия себя самой. Дальше. После того, как будет условно обозначено личное пространство, вам необходимо поставить себе цель час или два в день выделять время на то, чтобы посвящать его только себе самой. Если каждый день не получается, тогда можно выделить два или три дня в неделю, но с прямо пропорционально увеличивающимся сроком освобождения от приглядывания за детьми. То есть, если каждый день – это час в полтора, если через день – это два часа, если там раз или два в неделю – это, соответственно, три-четыре часа, можно даже полдня. И вот эта цель, цель по переложению ответственности на других людей за ваших детей, хотя бы за время, поможет вам расслабиться, поможет вам начать проявлять себя в других сферах, а значит, лучше себя чувствовать. И агрессия как способ почувствовать свое значение, как способ заявить о себе, как способ проявить себя, отпадет сам собой. потому что он вам будет не нужен. Благодаря такому подходу. Подходу к собственной организации досуга. Подходу к собственной организации вашего комфорта. Вот именно так вам нужно двигаться в этом направлении. Для этого нужно и средства отца детей привлечь. Для этого можно еще как-то постараться, но это сделать обязательно. Потому что сейчас получается так, что детей вы решили завести вместе с отцом, а фактически ответственность за их воспитание, взросление и развитие несете только вы одна. Это не является правильным, не является верным. и потому вы испытываете агрессию. И все. И от неосознанного ощущения несправедливости. Это действительно несправедливо. То, что у вас сейчас происходит. Дальше. Что касается диалога с детьми, то здесь ситуация на самом деле достаточно деликатная. Дело в том, что вы написали, что у вас маленькие дети погодки, но какие именно, то есть какого именно возраста вы не описали. Я думаю, что именно у вас дети, которые еще не вошли в школьный возраст. то есть дети дошкольного возраста. А дети дошкольного возраста, как я уже говорил, склонны к эгоцентрическому поведению. То есть поведение, когда они правы. Это значит, что вам нужно по большому счету придерживаться двух основных направлений во взаимодействии с ними. Первое направление касается некого ограничения того, что они могут сделать, ограничения их деятельности. А второе направление это, скажем так, наоборот, предоставление некоторой свободы в том, что они хотят делать и тем самым помочь им увидеть результат своей деятельности. Поясним чуть более подробно. Предположим, что ваши дети хотят осуществить какое-то действие, совершить какой-то поступок. признаете, что этот поступок он ничего хорошего им не принесет. Пытаетесь настоять на вашем рациональном адекватном видении ситуации, но у вас так, конечно же, не получается и дети отчаянно требуют, чтобы было так, как хотят они. в этот момент отсидите ситуацию и спросите себя, насколько они, ваши дети, навредят себе тем, если совершат поступок так, как они этого хотят. Будет ли им прямой вред? Именно прямой, непосредственный, который вы не сможете купировать и так далее. Если такого вреда нет, то позвольте им сделать так, как они хотят. Дайте им почувствовать ответственность и последствия того, что они делают. И если их поступки приведут к негативному результату, они к вам обратятся, они начнут испытывать нужду в вашем мнении, и это спровоцирует отход от эгоцентрического поведения. Второй главный момент, который касается пассивного ограничения их деятельности, раскрывается через следующие моменты. Если ребенок совершил какое-то плохое, нежелательное действие, то постарайтесь его не ругать. Постарайтесь на него не кричать, а спокойно и рассудительно, холодно, нейтрально. Скажите ему о том, что он причинил вам дискомфорт своим действием, но вы понимаете его и не собираетесь его ругаться. Оставьте все как есть. То есть не кричите, не воспитывайте, не указывайте, но ведите себя холодно, отстраненно, так, чтобы ребенок почувствовал, что на эмоциональном, чувственном уровне что-то произошло, что-то не так. Дети очень хорошо чувствуют подобные моменты, и если вы невербально дадите ребенку прочувствовать, что вас задели его слова или его действия, при этом вы лишите его своего внимания, а когда вы кричите на ребенка, вы даете ему свое внимание, вы проявляете свое отношение к нему, причем в понятной для него форме, и тем самым, как и любое сильно действующее средство, оно вызывает быстрое привыкание, даже чересчур быстрое привыкание. Надеюсь, вы и понимаете, где речь здесь. Если же вы воспользуетесь подобной стратегией поведения, то тогда ребенок оказавшись в непривычной для себя ситуации, он рассчитывал, что вы будете на него кричать, он рассчитывал привлечь, например, ваше внимание, а в итоге ничего не произошло, тогда и в таком случае ребенок сам получит стимул, стимул изнутри, чтобы не делать больше того, что он сделал. Просто потому, что это влечет негативные для него последствия, действительно негативные, действительно тяжелые последствия. вы можете поступить и еще более хитро. Можно создать некий ритуал, некий набор определенных действий положительных, которые вы с детьми выполняли бы в случае, если они ведут себя хорошо. А если они ведут себя плохо и не делают того, что вы им говорите, то вы не ругаетесь, вы не ссоритесь, но вы не делаете этих самых действий. Вы их не выполняете, попросту говоря. вы просто исключаете их из вашего быта. Подобные приемы помогут вам решить конфликт, наладить диалог с детьми, не портия с ними отношения, не травмируя их психику криками и тем самым оказать на них соответствующее правильное воспитательное влияние. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.